Золото 21. Готова? 21. Ладно, кинешь, тебе так кажется. Все, отходим. Анастасия Лангаева с волнением справилась. Собрала все силы в кулак и со второй попытки выполнила норматив. Отлично! До заветного золотого значка девушке предстоит пройти еще ряд испытаний. На данный момент она успешно сдала бег на 2 километра, 100 метровку, прыжки в длину, теперь и метание. Хочу получить золотой значок, потому что 5 баллов в вузах – это действительно важно. Лучше их получить сейчас, чем потерять потом. Действительно, результаты сдачи норм ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. В зависимости от полученного знака отличия – золотого, серебряного или бронзового – школьникам будут присуждать дополнительные баллы, добавленные к ЕГЭ. Для многих это тоже является стимулом. Первая физическая подготовка нужна. Если неплохо сдать, то, возможно, золотые значки, баллы при поступлении в университет. Сдавали уже бег, легкую атлетику, бег, растяжку, прыжки. В течение года еще будут пересдачи, так что будет возможность пересдать, если что-то не так. Отличный результат Данил Дружиним показал в беге, силовых упражнениях и стрельбе. А вот метание выполнил не так успешно и планирует пересдачу. Одновременно готовится и к другим испытаниям. На четыре еще дисциплины надо сдать. Две обязательные и две по желанию. Митание спортивного снаряда – испытание по выбору. Как показывает практика, его сдают многие. По нормативу старшеклассники метают гранату весом 700 граммов. А вот ученики среднего звена – мяч весом 150 граммов. Дальность броска определяется возрастом претендента. Условия одни. Если ты готовишься, ты должен показать результат. Но есть, конечно, вандерпкинги, которые природные данные, данные, камушки бросали в детстве и так далее, они могут метнуть. А так надо готовиться. Основными участниками сдачи норм ГТО в Ленинском районе являются школьники. С каждым месяцем количество желающих только возрастает. Успешнее всего ребята сдают силовые упражнения – прыжки, наклоны, подтягивания. Большинство претендентов стремятся получить золотой значок, поэтому ко всем испытаниям готовятся серьезно. В том году где-то на процентов 50 было меньше народу. Сейчас намного больше. Если раньше приходило из класса где-то может человек 10, сейчас чуть ли не целыми классами они приходят молодцы. Школа приходит почти всем составом старшеклассников. То есть им это интересно. Следующая сдача норм ГТО пройдет 10 октября на стадионе «Металлург». Участники будут демонстрировать свою подготовку в силовых видах спорта и легкой атлетике. Ирина Бокова, Алексей Руднев, Елена Кошлева, Видное ТВ.